Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Историю скармливают в виде мифов. Для этого создан кинематограф и придворные писатели. Нашу историю о войнах мы изучаем по романам, таким как «Война и мир» Льва Толстого, и фильмам, таким как «Семнадцать мгновений весны». Почитали книжку, посмотрели кино, и пазл сложился в картинку. В Багдаде все спокойно, спите, товарищи, дальше. И вот сейчас один из таких примеров я покажу в этом видеоролике. Как называется животное, похожее на кошку, дорогие друзья? Как оно называется? Выглядит как кошка, имеет повадки кошки, ластится к человеку, мурчит, пьет молоко, рожает котят. Кошка, а нет, это животное называется кабан. Почему кабан? Потому что у него тоже есть четыре лапы, он пьет молоко, при должной тренировке может ластиться и урчать. Да, он не мяукает и не рожает котят, но это не имеет никакого значения. И еще кабан, потому что на данном моменте историко-политического развития общества нам так удобнее. Кому вам? Кому надо, тому и вам. Не вашего ума дело. Одна зрительница моего канала в комментариях к очередному фильму прислала мне такую вот ссылку на карту Google, что она обнаружила. Вот такую. Это турбаза, идеально ровная, круглая, нечто. Воронкообразная с подсосом, водохранилище якобы. Четко прям падала так вот. Идеально сверху не откуда-то летела, а прям вот четко сверху, вот как будто зависли и шарахнули по этому месту. Прям по правилам, по всем правилам идеального ядерного взрыва. Вот что здесь такое было в Белоруссии. Это Михайловское водохранилище и диаметром километров 78, 780 метров. Ну, можно было бы пошутить на эту тему, но я была бы не я, если бы я не посмотрела еще информацию. Водохранилище Михайловское, вот идеально крупное, это искусственно выкопанное водохранилище. Ну, в общем-то, какие тут еще разговоры могут быть. Все, вам тут мерещится, взрывы какие-то атомные. Совсем с ума сошли. Давайте посмотрим на комментарии. 8 лет назад. То есть это кратер от взрыва атомного заряда? Согласно этой статье пруд вырод миллиораторами. Вопрос, зачем здесь пруд, если слева и справа две большие реки с большим количеством стариц. Кто-то уже подсуетился, домики поставил. По кранцу испытания гитлеровцами атомной бомбы, нестыковочка весной 1944 года. Здесь не было оккупированной территории, а была уже освобожденная. Но дальше он пишет, откуда узнал, что после Чернобыля, 1986 год, в ходе замеров здесь нашли радиоактивный след, как ни странно, примерно в 40-летней давности. Сам же раскопал ссылку на слова местных жителей. Это водохранилище было сражено в 1986 году. Может, это результат срочной обваловки старого фонящего пятна? Люди, как думаете? Островок посреди водоема. Интересно, какая глубина водоема? Островок песчаный или камень какой? Песчаный вал 2,5 километра диаметра. Какая высота вала? Вот, пожалуйста, люди сразу же, что это след от ядерного взрыва. Вот так они решили, от атомной бомбы. Возможно, во время Великой Отечественной войны испытания. А может быть, это и было и пораньше. Никто же всерьез этим не занимался. Шурфы не исследовал. Но опять-таки, не могла я просто так сразу остановиться и уйти. Мне хотелось поподробнее что-то узнать по поводу этого круглого водохранилища. И вот я нахожу статью. Идеально круглые озера Белоруссии. Что это? На онлайн-картах внимательные путешественники давно разглядели под Гомелем идеально белый круг с озером в центре. Данный объект быстро вызвал в форумах споры о том, что это могло бы быть и как образовалась версия, нужно сказать. До сих пор гуляет сплошь конспирологически. От последствий атомного взрыва до космического зеркала для тестирования советской системы глобального позиционирования. И эта статья направлена на то, чтобы нас убедить в том, что именно это и есть водохранилище искусственно созданное. И ничего иное. И вот она, Гомельская воронка, так называемое водохранилище. И вот они, похожие тоже водохранилища. Забегая вперед, отметим, что версия об испытаниях немецкой армии атомной бомбы и ей подобные были загоди отброшены. А назначение водоемов можно определить, зная и точное название и отыскав документацию. Но исследовательский дух и желание воочию во всем убедиться вынудило нас отправиться в длительное путешествие по Брестской и Гомельской области. И вот эти водохранилища они показывают. То есть убеждают нас, что это водохранилище. Может быть, это и водохранилище. Вот они, искусственные каналы. Хотя это водохранилище вполне может быть воронкой от ядерного взрыва. Но нам, зрителям, вот так вот смотреть, мы ничего не знаем. Мы не знаем глубину озера. Мы не проводили шурфы. Мы не измеряли радиоактивность. Поэтому по поводу этих круглых озер конкретно сказать мы ничего не можем. Единственное, мы можем сказать только... Вот, кстати, тоже очень похоже на воронку от ядерного взрыва. Но, опять-таки, это водохранилище. Хотя очень странное водохранилище. Да, и даже по внешнему виду очень странное водохранилище. Говорят, что нет у нас здесь никаких радиоактивных следов. Нету и все. Вот таким образом говорят, что это только водохранилище. Ну и сейчас мы вернемся к Михайловскому водохранилищу. Все-таки еще посмотрим статьи. Вот наш обзор заканчивается водоемом, с которого все началось. Именно он, по версии ряда исследователей, наиболее похож на место испытания атомной бомбы. А остров в центре одной из доказательств. Якобы именно так выглядит классическая воронка. Вот это подтвердило то, что я сказала в самом начале. Вот я еще не читая этих статей, сразу сказала, что классическая ядерная воронка. То есть подсос в центре от наземного ядерного взрыва. Глубина воронки растет к центру, а горка в середине образуется от выпавшей породы в зоне ножки гриба. Откуда под Гомелем полигон для испытаний? На это есть ответ. Аргентинский писатель немецкого происхождения Ганс Уллерих фон Кранц описывает в своей книге «Тайное оружие Третьего рейха. Секретные испытания нацистами ядерного оружия во время Второй мировой войны». То есть в принципе это возможно. Это возможно мог быть след от испытаний ядерной бомбы. Это круглая воронка. Но жаль, что в Аргентине недоступен архив белорусских мелиораторов. Строительство Михайловского водохранилища начато в 1986 году, а закончено лишь в 1993 году. Так получилось, что его строили неудачно. Конструктивные особенности не позволили задействовать этот объект в системе сельского хозяйства. Поэтому решением Гомельского райисполкома водохранилище сдано в аренду. А строили его там землемиром. То есть землеройкой его строили. Здесь где-то было написано, я уж сейчас не знаю. Значит, вот этот Ганс Улерих фон Кранц, он ерунду написал полную, потому что надо мелиораторов было спросить. Вот таким образом здесь идет опровержение. То, что это воронка, это не воронка, а это просто землеройка вырвала такое водохранилище. Вот таким образом оно там что-то неудачное. И вот решили сдавать и сделать здесь базу отдыха. Ну и еще немного. Надо же все-таки сравнить с официальными воронками от ядерного взрыва, от ядерных испытаний, чтобы можно было сказать, похожие или не похожие эти гомельские водохранилища на воронки от ядерных взрывов. И вот, пожалуйста, статья подземно-ядерный взрыв. Я текст не буду и видео не буду показывать, мне только интересно. Вот это вот полигон. Это от подземного ядерного взрыва. Ну, как бы если ее заполнить водой, наверное, она вот так вот и заполнится. И как раз разрывы земли. Так что гомельская воронка отчасти может походить на... Это водохранилище Михайловское на воронку от подземного ядерного взрыва. Но если там подземно-ядерный взрыв, то, значит, там должны быть и подземные сооружения. А если наземные, то должен быть подсос. Но в целом, в общем-то, можно сказать, походит, если заполнить водой. И здесь вот зарастет трава. Это все-таки где-то какой-то вот в пустынном полигоне, в безлюдном острове Амчитка. Вот где, Алиутские острова. Вот это здесь такие. Это раз. Теперь у нас по Казахстану рассекреченные советские документы указали на сокрытие второго Чернобыля. И вот это воронка, которая очень тоже смахивает на водохранилище. Как раз вокруг, по кругу идет вал. И подсос тут есть небольшой. Водой заполнен. Если вода заполнится и поровне, если землеройка, так сказать, подроет вот эти все неровности, то вполне себе сойдет за водохранилище. Так, что здесь? И еще что-то. Значит, это Михайловская. Нет, это не Михайловская воронка. Вот такие воронки есть. Вот такие с подсосом есть воронки. Вот это уже было. И вот они, в общем-то, вот такие вороночки. Вот характерные с подсосом. Так что Михайловская, Гомельское водохранилище, да и другие там эти водохранилища под большим вопросом очень могут быть следами от ядерных взрывов. Если это немцы испытывали, ну, значит, немцы испытывали во время Великой Отечественной войны. А почему бы и нет, собственно говоря? Почему это нужно отрицать? Вот зачем это нужно отрицать? Почему людям не сказать правду? Потому что история, что ли, пойдет по какому-то другому руслу? Нет, уже знали, что немцы готовили ядерную бомбу. То, что она была якобы не испытана, потому что у нас Штирлиц так сказал, потому что в фильме «Семнадцать мгновений весны» там не так сказано. А на самом деле у немцев она уже была, эта ядерная бомба. Значит, опять-таки, надо понять, почему они не применили ее, если она у них была. Очень много вопросов. А может быть, они ее применяли, например, в Сталинграде, очень похоже на то, что там был применен ядерный надземный взрыв. Да, там не было воронки, но высотный ядерный взрыв, такое ощущение, что там был. И еще сейчас я покажу комментарии в дополнение уже к этому фильму, так сказать, комментарии к разным моим фильмам именно по поводу ядерной войны. Такой комментарий был. Что хочу по этому поводу сказать. Я помню свое детство в семидесятых, восьмидесятых годах двадцатого века. Помню, что много было коллег, лилипутов. Я, кстати, подтверждаю это. Где-то вот, может быть, моя ровесница. Я это подтверждаю. Действительно было много коллег, каких-то лилипутов, каких-то уродливых людей в семидесятые годы. Вот в детстве это им бросилось в глаза. Уродцев. И даже помню, с детства великана, просто молодой человек, два с лишним метра роста. Сейчас этого нет. А прошло с тех пор 35-40 лет. Тогда встречалось много, сейчас почти не встречается. Ну, коллеги, понятно, бойцы Второй мировой. А лилипуты, их было огромное количество. Сейчас единицы. А великаны, люди свыше двухметрового роста, их тоже было немало. А сейчас я таких не вижу. Баскетболисты не в счет. Но что меня до глубины души испугало, что помню, как сейчас, это уродство. Такие встречались, но с годами все реже и реже, сейчас не вижу. Уродство не от перенесенной болезни или операции врожденные, они такие родились. Одного вспоминаю у него ноги, руки колесом, а лицо, чертами лица искаженными. Он работал на заводе, люди к нему привыкли, а кто видел первый раз, просто до полуоборочного состояния. Откуда такие явления были? Я много задавала себе этот вопрос. Тогда было, сейчас нет. Сейчас все ближе к гармонии идет. Это вот по поводу фильма «Ядерная война». Узнали и помнили. Я видела сон. Я и несколько близких мне людей находились на возвышенности. Внизу перед нами лежала красивая долина. Погода была прекрасной. В какой-то момент я повернула голову влево и увидела ядерный гриб. Он увеличился в размерах и приближался, пока не закрыл с собой все. Я почувствовала, как волна прошла сквозь тело. Стало темно и тихо. Я оставалась прежней и чувствовала себя живой. Я хотела окрикнуть своих ближних, но у меня не было голоса. Не выходило звука. Я пробудилась. Сон был настолько живым, что я уверена, это вспоминание прошлого. Сегодня все противники того, что официальщинская история является одной только ложью и требуют, например, найти доказательства ядерной войны 19 века в виде радиации и так далее, хитро придумано. Ибо по официальщинским данным применение ядерного оружия несет за собой определенное имя официальщины последствия в виде, например, радиации. Официальщина говорит, что раз нет следов радиации, то не было никакой ядерной войны в 19 веке. Хитро придумано. Это сегодняшнее ядерное оружие оставляет, например, радиацию. Но на самом деле последствия использования так называемой ядерной энергии в виде оружия могут иметь какие угодно следы последствий, в том числе и не иметь никаких следов. Так называемое ядерное оружие используется, но, например, радиации нет вообще. Как такое возможно? Очень просто. Во Вселенной может проявляться все, что угодно. А официальщина, чтобы скрыть свою ложь, придумывает нам свои лживые сказки, указывая только на один возможный вариант, придуманный официальщинный вариант. Официальщина и ложь – это одно и то же. Ну вот на сегодня пока все. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. И оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева. До свидания. Впереди у меня очень много интересной информации. Это видео было так промежуточным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова